Всем привет! С вами Виктор Тарануха и в эфире легендарные новости. Именно здесь вы найдете свежие и сочные новости, слухи и сплетни прошедшей недели из мира Лиги Легенд. В последнем выпуске ответов на вопросы Riot прокомментировали пожелания игроков увеличить число банов во время драфта. В качестве плюсов Riot отметили возможность сократить число ненавистных пиков и небольшое расширение стратегических возможностей. А в качестве минусов упомянули увеличение длительности драфт-фазы, повышение шанса бана основных чемпионов для конкретного игрока, что может стать проблемой для новичков, и возможность появления ситуаций, в которых могут быть отбанены целые классы чемпионов. Поэтому не стоит рассчитывать на повышение числа блокировок, с чем мы в общем-то согласны. Одного бана на игрока вполне достаточно единственное, что тут можно улучшить, это не допускать появления слишком сильных чемпионов. Но это уже вопрос к отделу баланса. Слышите? Слышите этот звук? А да. Это же Vikings War of Clans. Это мобильная военно-экономическая онлайн-стратегия с более чем 20 миллионами игроков и постоянными розыгрышами, но о них немного позже. А прямо сейчас в игре стартует событие Хольмганг. Эпический поединок кланов. Это абсолютно новый формат сражений, о котором вы сможете подробнее узнать в гайде на форуме игры. Самое прикольное в Викингах то, что тебе нужно быть не только крутым стратегом, но и дипломатом. Ведь на карте помимо тебя есть тысячи игроков. И не всех получится победить мечом. С кем-то нужно будет договариваться и объединяться. И конечно же, куда же викинги без розыгрышей? В этот раз на кону два iPhone 12 Pro и MacBook Pro. Условия предельно просты. Чтобы получить iPhone 12 Pro, нужно быть одним из тех, кто дойдет минимум до 15 уровня дворца до конца марта. А вот MacBook Pro сможет получить тот ярл, которому удастся дойти до максимального уровня дворца до конца марта среди остальных участников. А вот лишь малая часть счастливых обладателей призов. Стань одним из них уже в этом месяце. Качайте викингов по нашим ссылкам в описании. Или используйте этот QR-код и станьте героями захватывающих событий в мире викингов. А еще отдельное спасибо всем тем, кто ворвался в игру в прошлом месяце. В прошлом году Riot приняли решение отменить MSI из-за ситуации с вирусом. Но к Worlds они смогли все продумать и этот опыт позволит состояться чемпионату середины сезона. В этом году MSI пройдет в Исландии, в городе Рейкелик. Стартует событие в конце весны и продлится две недели с 6 по 23 мая. Вместе с этим нас ждет изменение формата турнира. Если раньше первый этап подразумевал схватку малых регионов, то в этот раз все 12 команд начнут одновременно в трех группах по 4 команды. В связи с чем встает вопрос. Сохранится ли правило дополнительного слота на Worlds для малого региона, который лучше всего себя проявит на MSI? Ведь с таким форматом определить сильнейшего будет сложнее, чем раньше. Очевидно, выбор страны был продиктован ее изолированностью и, как следствие, низкой коронавирусной активностью. Как и на прошедшем Worlds, все участники будут обязаны пройти двухнедельный карантин, а мероприятие пройдет без живой аудитории. Стиль ретро-фото в оформлении и арена, на которой будет проводиться MSI, подсказывают, что дополнительной причиной выбора такого места могла стать еще и популярность сериала «Ход королевы». Внезапно, да? Считается, что прототипом для главной героини сериала стал Бобби Фишер, который боролся за звание чемпиона с Борисом Спасским в 1972 году на той самой арене, где и пройдет MSI 2021. Так что, если наша команда вдруг попадет в группу с американцами, то это будет очень символичное противостояние. На данный момент одна из ключевых задач Riot — завершить активный баланс предметов к началу MSI, и разработчики поделились кое-какой информацией на этот счет. Для баланса мифических предметов используются несколько статистических показателей. Один из них — уровень популярности предмета у каждого конкретного чемпиона. Он не должен превышать 75%, чтобы оставалось хотя бы 25% на альтернативные предметы. Как заявили разработчики, это правило справедливо для 88% чемпионов, что звучит очень здорово. Однако, как оказалось, в свои расчеты они случайно добавили данные Аарама и Урфа. На деле это справедливо лишь для 74% чемпионов. Правда, и это можно назвать хорошим результатом, ведь до предсезона такой гибкостью в выборе предметов могло похвастаться лишь 20% чемпионов. Так что вариативность в построении билдов все же стала выше. И давайте кратко пробежимся по разным классам. Начнем со стрелков. Сразу отметим, что на изображениях информация немного искажена Арамам и Урфам, но озвучивать мы будем актуальные данные ущелья призывателей. Итак, 21 имеет достаточное разнообразие в сборках, и лишь 3 отдают ярко выраженное предпочтение определенному предмету. Это Джинн, Самира и Эммф. Все 10 АД Ассасинов аккуратно вписались в заданные рамки, хотя многие имеют большую склонность к Драктару, на что разработчики советуют присмотреться к Затмению и Когтю Охотника. По их мнению, многие игроки на Ассасинах слишком недооценивают эти предметы. У АП Войнов и Ассасинов все поделилось почти поровну – 10 против 8. Наиболее предпочтительные предметы у этих классов – Ракетный Ремень и Ночной Жнец. Из 33 магов условия не соблюдаются у 10 магов, хотя сейчас активно набирает популярность подбафанный Вечный Холод, который заметно расширяет разнообразие сборок. Самыми популярными предметами у магов являются Страдание Леандри и Буря Людена, однако разработчики планируют идти не через их ослабление, а через усиление альтернативных предметов. Из 36 воинов около трети выбивается из нужного процента. Одна из самых ярких проблем в этом плане – у Дариуса и Гаррена, они слишком сильно полагаются на Костолом. Из 24 танков яркое предпочтение есть лишь у 6 чемпионов, что можно считать хорошим результатом, поскольку в начале сезона именно у танков был самый большой дисбаланс в предметах, и все безальтернативно брали эгиду Солнечного Пламени. И последнее – Чародеи. Тут выбивается 4 чемпиона с уклоном в покупку Лунного Камня. Что касается легендарных предметов, то расклад популярности выглядит вот так. Тут представлены как самые популярные, так и наименее популярные предметы. И Жоня явно напрашивается на очередное ослабление. По мнению Riot, Ксенжао – один из тех, кто совсем себя не находит в текущей мете, и хотят сделать ему мини-реворт. Если кратко, то ему планируют добавить больше скалирования от АП. Правда вопрос, какие предметы могут быть актуальны для него в таком случае? Как вариант – зуб на Шора, Гинсу и Жоне. Если у вас есть еще идеи, пишите в комментариях. У W станет более четкий хитбокс, и начнет скалироваться от крит шанса. Помимо этого, попав умением, оно подсветит цель на 3 секунды, и повесит на нее метку, которая позволит сделать рывок при помощи Е на увеличенную дистанцию. Также много изменений ждут и Акали. Из основного – это снижение ХП до 9 уровня, но увеличение после. Пассивка больше не будет восстанавливать энергию, но зато кушка станет дешевле, а дым начнет увеличивать максимальный запас энергии на 80 единиц. Силы урона от Ешки, броска сюрикена, сместят на вторую часть умения. То есть, чтобы нанести основной урон, потребуется добежать до цели. Но в целом, умение станет заметно сильнее. Ну и обе атаки ультимейта начнут наносить магический урон. В следующем патче ожидается пополнение линейки боевой академии. В нее войдут Кейтлин, Вуконг, Гарен, Йоне и Леона, которой даже достанется престижная версия. Помимо этого, скин Кейтлин тизерит еще два возможных образа – Исуа, Исуа и Свейна. Первого она упоминает при встрече с Йоне, а второго называет директором уже при личной встрече. Правда, загвоздка в том, что должность директора уже занимает Юми. Выглядит это как косяк от дела кадров. В Северной Америке LCS анонсировали кампанию под названием First Blood Saves, в рамках которой будет выдаваться скин Кайсы из KDA, переболевшим ковидом-донором за сдачу плазмы крови, поскольку в их крови содержатся ценные антитела, используемые для лечения госпитализированных с вирусом пациентов. Хорошая новость пришла со стороны ютуб-канала EpicSkillShot. LCK все же отозвал страйки и отменил процесс удаления канала. Однако больше записей Корейской Лиги на канале не будет. В конечном итоге часть зрителей сообщила о том, что разочарованы в LCK и будут бойкотировать просмотр этой лиги. Онлайн-трансляция от этого не сильно пострадает, но небольшой репутационный шрам все же оставит. Гаджеты его команда Mouse Sports завершили регулярку на первой строчке и досрочно получили пропуск на главный турнир для малых европейских регионов EOMasters, который ориентировочно стартует в апреле. Руководство Шальки рассматривает вариант о продаже слота в Европейской Лиге. Потенциальная цена – 20 миллионов евро. Причина, по которой организация допускает такой сценарий – провальный сезон их футбольного клуба в немецкой лиге, где они занимают последнюю строчку. И эта новость ближе россиянам, чем могло показаться. Ведь главный спонсор Шальки – компания Gazprom, которая больше чем наполовину принадлежит государству. К слову, еще в прошлом году украинский клуб Na'Vi рассматривал вариант покупки слота в LEC. Правда, тогда они рассчитывали на ценник не более 12 миллионов евро, что почти в два раза ниже актуальной суммы. Владелец TSM, Энди Реджинал Дин, извинился за свой ответ на комментарии игрока по поводу снятия лимита на количество импортных игроков в LCS. И попытался пояснить свою точку зрения. И вот его основные тезисы. Во-первых, LCS нужна новая кровь, чтобы перенять опыт других регионов и снова на равных бороться с Европой, Китаем и Кореей. Это важно, ведь без хороших результатов болельщики теряют интерес к лиге. Во-вторых, в Северной Америке мало игроков, всего 1 миллион активных ранкет-аккаунтов, в то время как в Европе и Корее их в три раза больше, а в Китае, по его данным, вообще 70 миллионов. И в-третьих, это высокий пинг, особенно для игроков на западном побережье. Для них он составляет более 60 миллисекунд, что затрудняет развитие механического скилла. Как итог, все это приведет к падению интереса зрителей, что сократит число спонсоров и, как следствие, величину зарплат игроков. Ну что, удалось ли Энди Дину поменять вашу точку зрения на эту ситуацию? Новости засыпают. И просыпаются прикольные видосики. Эта невероятная погоня Кармы и Джина очень напоминает фильм Трон из-за разноцветных шлейфов. Выглядит красиво, но чем же все закончится? Делайте ставки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саппорты должны прикрывать своего АДК. И никогда еще это утверждение не было выполнено настолько буквально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот Джарван случайно обнаружил новый способ для остановки Герольда. Вот только повторить его снова будет непросто. А вот еще одно креативное использование Хекс Флэша в исполнении Твистед Фейта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень люблю котиков. Но вот с таким играть я бы не рискнул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приносим извинения, что затянули с выходом новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело в том, что я и наш редактор заболели ковидом. Так что в этот раз я отсиделся за кадром, чтобы не пугать вас своей кислой миной. Если говорить о канале глобально, то сейчас мы сократили число видео до одного выпуска в неделю. На это есть несколько причин. Первая. Много работы на других проектах. А вторая. Недостаток финансов. Хотя тут нам помогли викинги, за что им отдельное спасибо. Это позволит оплатить работу монтажера и дизайнера за прошлый месяц. И, конечно, спасибо нашим спонсорам. Они позволяют поддерживать проект хотя бы на таких мощностях. Надеемся на ваше понимание. Сейчас ваша поддержка нужна как никогда. Выходящие видео собирают куда меньше просмотров. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, поддерживайте лайком и комментарием. А если хотите помочь с выпуском других рубрик, становитесь спонсором канала. Эти вложения смогут помочь вернуть наши старые рубрики. В общем, такие дела. Спасибо за просмотр, хорошего тебе дня и, надеемся, увидимся совсем скоро. Пока!